Добрый день! Сегодня к нам на тест попал интересный гибрид ASUS P1801. Конечно, тема девайсов с двумя операционными системами, настольной и мобильной, не нова. Но стоит признать, моноблок от ASUS довольно интересен. Компьютер, планшет и снова компьютер. Моноблок ASUS P1801 — это и хороший домашний компьютер на Windows 8, и компьютер-планшет на Android 4.1.1. Пока ни один другой производитель не смог предложить нечто подобное. Да, пожалуй, никто другой не выпускает столько комбинированных устройств, как ASUS. Вспомним хотя бы планшеты под трансформер или смартфон под фон. И вот теперь компьютер и планшет в одном флаконе. Как работает такой моноблок и в чем смысл этого устройства? Давайте разбираться! По сути, под названием одной модели скрываются сразу два компьютера. Из общих характеристик у них только параметры экрана и цена. Стоимость для компьютера, кстати, довольно вкусная. С учетом функциональности, разумеется. Кстати, масса док-станции указана в сборке. Док-станция плюс планшет. Масса самой док-станции чуть больше 4 кг. А планшет получается компактнее и легче, чем устройства многих других производителей. Да и дешевле. ASUS P1801 собирается из нескольких частей. Док-станция, экран-планшет, беспроводная клавиатура и мышь. Все поставляется в комплекте. Клавиатура полноразмерная. Печатать на ней удобно благодаря островному типу размещения клавиш и их мягкому, но четкому ходу. Мышка с сенсорной площадкой, имитирующей колесо с виброоткликом. Можно листать влево или вправо. Клавиатура и мышка хоть и беспроводные, но не блютуз. Для подключения беспроводного устройства справа на корпусе есть USB-слот. Здесь же DVD-привод. А на самом планшете кнопки включения и блокировки, качелька управления громкостью, синяя кнопка переключения между Windows и Android, мини-USB для подключения к компьютеру и слот microSD. Внизу выход на наушники, но он только для планшета. И цилиндрический разъем зарядки планшета. На противоположном торце док-станции разместились полноразмерный слот карт памяти SD, 4 порта USB 3.0, аудиовход и аудиовыход на 3,5 мм и разъем Kingston Lock. На задней части корпуса, рядом с разъемом питания, находится порт Ethernet и выход HDMI. Компьютер, в отличие от планшета, включается кнопкой, расположенной в левом нижнем углу док-станции. Экран сенсорный и поддерживает мультитач до 10 касаний одновременно. Пользоваться можно как в Windows, так и в Android. Помимо операционных систем, на оба устройства предустановлен набор фирменных утилит. Одни для взаимодействия планшета и док-станции между собой, другие для покупки и чтения книг, настройки звука, веб-камеры, экрана. Кстати, Android здесь полноценный, со всеми сервисами Google и поддержкой обновлений ПО от Asus. Между собой док-станция и планшет держат связь, либо проводную, когда дисплей установлен в док, либо по локальной беспроводной сети Wi-Fi. Но оба девайса должны находиться в одной сети. Asus P1801 можно смело давать поиграть детям, не боясь, что они удалят какую-то важную программу или файл, ну или наоборот, установят кучу вирусов. В какой-то степени такой моноблок освобождает от необходимости покупки отдельного планшета, даже несмотря на его немалые габариты. Таким образом мы получаем два устройства по цене одного. Планшет-дисплей в любой момент можно снять с док-станции и отнести в другую комнату. Например, работая с документами за компьютером, можно взять дисплей и пойти с ним на кухню, выпить чаю, так сказать, без отрыва от производства. Работе компьютера такое перемещение не сильно помешает. Читать новости, проверять почту, заканчивать работу с документами или смотреть видео можно уже в режиме планшета. Отсоединенный планшет удобно не только держать в руках, но и ставить на специальную подставку, откидывающуюся сзади. При этом можно регулировать угол наклона экрана. Правда, при отсоединении планшета в Windows от док-станции веб-камера отключается. Так что для видеозвонков по Skype с планшета придется запускать Android. Но переключение между операционками происходит буквально в один клик.